А далеко-далеко... Одну из первых прославшихся хосточек в этом году. Надеюсь, видно. Надеюсь, видно хвостик, который он выписал. А как было дело? Поймите, это все не шутка. Дело было так. Остались распасовки сувенира Востока. Замечательно, только по 50 штук. А по 50 штук никто не покупает. Я никогда не покупал. Для людей это сильно много. А мы соберем по 10 штук. Видите? И что, вот. 10 штук. Это, кстати, остатки 5 штук. Вот они. И ради этого вчера было сделано следующее. Была нарушена упаковка. И высыпано. 50. То есть повторяет такую же операцию. Вот. И о ужас. Ужас запрещается в том, что моя помощница при этом обнаружила 3 проклюнувшиеся косточки. Я их было закопал. Вот там горшок. Хотя судьба их не завидная. Но одну из них я все-таки потом. И сегодня утром вытащил. И вам показываю. Видите? Для чего я сейчас вот это сделал? Все равно придется перефасовывать. 50 штук разом никого не надо. И, кстати, это все. Раз, два. Тут 50. Там 100. 150. 160. Все. До этого все заканчивается. Проблема в так называемой сертификации. Я не знаю, видно ли сейчас оттуда вот этот холодильник или жина. Кстати, он забит наверху под продукты. Вот. И остальное забито все хвостиками. И если видите внизу, вот морозилка. А вот стоят эти самые, и тут она стояла, да? Вот. Вот это вот рычаг регулировки температуры. Сегодня, вчера я посмотрел, здесь ледок был. Скорь когда она стояла на четверке. Я сейчас поставил три с половиной. Утром вставлю, ледок расставил. То есть я регулирую таким образом, чтобы вот здесь вот температура была около 0 градусов. Тем не менее, это все на ваших глазах. Я же ничего не выдумываю. Стал бы я портить свой товар. Мне нужно было бы, чтобы они проснулись у вас где-нибудь через месяц. Мы же чего начали? 28-ое сегодня. Вот. Весна, ранее. Ну, 1 апреля во большей части страны можно высаживать. Ну, до 1 апреля дожить нужно. Ну, хотя бы до 20 марта. А если она у меня уже проплюнулась? Прощай, Васика. Я же не могу ее, это, и не стал ее отправлять вам. Потому что когда вы ее получите в песке, вот так вот. Вот видите, она перепакована вчера. Хвост будет уже вот такой вот, и высаживать козу. Можно, но это очень сложно, и надо хитро сделать так. Кстати, что когда будете высаживать, вот, чтобы этот хвостик смотрел, чтобы она лежала так же на боку. Ой, нет, это уже не получается. Если хвост будет вот так сюда торчать, надо садить уже вертикально, хотя это извращение. Косточку, вот, чтобы потом росток не оказался под землей. Видите, целая революрная операция. И дальше, если росток под землей, то сгниет. Вот, то, что и происходит по всей стране. Вот. Ничего я сейчас рассыпал. А давайте поищем. Давайте поищем. Вот тут что-то беленькое. Ну, ой. Этот сам, смотрите, смотрите. Мне кажется, что вот это то, что вы видите, беленькое, что это уже. Но это только кажется, я ничего не утверждаю. Вот. Начинаю перебирать косточки. Кстати, интересно, это огромные плоды, а косточки мелкие-мелкие. Вот. Тут всегда можно ошибиться. А это у абрикосов есть какая-то зависимость. Крупность плода, крупность косточки. А здесь нет. Здесь бывает вот. Вот такой вот косточки можно такой получить. Вот. Но это уже другой вопрос. И так я перебираю, потому что после перепасовки они все-таки к вам поедут. Вот. Но то, что их схожесть, учитывая, что из 50 вчера было обнаружено 3, проклюнувшиеся, это уже говорит о том, что уже звонок произвели, уже все близко. Вот. Вот я, 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 кстати, вы думаете, я еще с охоты, я молюсь, я мог хоть бы не найти, хоть бы не найти. Вот. Хоть бы та получилась как бы случайно. Тут все, я имею в виду, тут все влияет. Если тут 0 градусов или минус 2, ну, то есть, понимаете, ледок раз на льду стояло, да, то, наверное, здесь так, а эта-то верхняя была, вот этот вот, вот довольно крупный пакет, он вот тут был, да. Даже вот это влияет, вот если градус, а, значит, уже здесь могло проклюнуться, а здесь нет. Вот мы сейчас проверяем, не знаю, вам это интересно или нет, но дело в том, что когда-то, рано или поздно, вы знаете, как эта серия фильма называется? Садоводство для избранных. Все, кто вот дотерпевает, досматривает вот этот часовой фильм, любой, вот, это уже избранные. Сейчас вытерпеть железо в судно. Это вообще это самое. Вспомните школьные уроки, каким нетерпением ждали звонка. Вот. Ну что? Значит, я еще людей не подведу, я еще пока ни одного не нашел, как плюнувшись. Есть! Вот она, видели? Все. Нашли. Так, все, теперь она уже никогда не откладываю. Она уже к вам не поедет. Почему? Дней за 10 в тепле она вылезет примерно до полспички. А вы ее посадите, я знаю, как вы посадите. Извините, не обижайтесь. Я ведь работаю с новичками. Те, кто опытный, тот сейчас уже не смотрит, он все знает. Он уже отключил этот ящик. А они опытные должны понимать, что. Что поделать? Получил, закопал на 2 минут 5-7 сантиметров. Это же в книгах написано абсолютно. Это вам доктора наук пишут. Это не хрэ-мхрэ. Это не какой-то железо со свиным рылом высунулся. И говорит, вот, теперь как будете садить, как бы вам показать, да, вот, допустим, эта земля, вот так вот вы его, видите, немножечко хвостик, чуть-чуть вниз смотрит, видите. Вот, посадили, чуть-чуть придавили, вот, все. Там буквально одна песчинка отделяет от воздуха. Ну, это-то теперь вам придется делать настолько ювелирно, что или так, или, ну, заглубите. Вылезет. Возможно. Почему вылезет? У него еще росток спит. Куда я его закопал? Сейчас найдем обратно. Эй, ау. Ага, вот. Смотрите. Вот тут вот появится росток. Он появится на неделю на две позже хвостика. Вот. И вот тот самый страшный. Вот это природа как положила. Вот, все, упала. Точка. Вот, конечно, схожесть низкая. Почему еще, я говорю. Никто не понимает, что косточка это пища. Пища для многих, многих, многих этих самых. Начинает идти, скончая этими ушами, горжунами. Так вот, сейчас в этот момент, в этот момент остается его мгновение или так дни до того, как оно лопнется, раскроется. И в этот момент оно самое беззащитное. Створки раскроются и вьет, да, ешь. И, естественно, из тысячи съедает 999, это само собой. Они практически не сгнивают, их все уничтожает, знаете, соответствующая живность. Вот. И я не скрываю. Чуть-чуть прикопал, чуть-чуть появляется росток, за ним уже начинается охота. Меня спрашивают, а что если мы накроем бутылкой, как вы накрываете? Я бутылкой накрывал, ну или вот это, как сказать, заменитель бутылки, да. Вот. Я так накрывал привитые саженцы. Я это целая эпопея, это долго рассказывать, это там замечательно, там микроклимат. До первого месяца он заменяет тепличку. Вот. Эта бутылка заменяет. Ускоренный рост, узревание. А вот что касается, вот, попробуйте вы. Ну, не делал я никогда такое. Ну, знаете, масштабы, посадил там тысячу костик, у меня это все равно 500 трушек. В худшем случае взойдет. Больше полную съемь, ну, мне хватает. А вот, когда у человека, по-моему, 10 костик заказывают, больше 10 крайне редко. Ему надо, чтобы хотя бы 5, хотя бы 6 взошло. И, значит, стоило вообще, у них цены совсем другая, у нас их было. Вот теперь мы подходим к чему. Валерий Костичевич, вопрос, это я от вас, как бы, мысленный вопрос получил. А когда же вы ее положили сбегаться? Какого черта она так рада взошла? Вы ошиблись в сроках. Во-первых, не ошибся. Почему? Вот их 50. Нет, до счет того, когда. Середина декабря. Так. Вообще, я еще раз подчеркиваю, я никогда, почему декабря, смотрите, середина января, середина февраля, прошло 2,5 месяца. А положено, вы откройте стандартную литературу распространенную, 6 положено. Ну, где-то напишут 5-6, но не меньше. Есть сроки, знаете, какие, 150 дней на 30, сколько получается? Ага, 5 месяцев. Есть сроки, 180 дней делим на 30, 6 месяцев. Вот вокруг этого все и крутится. 2,5 месяца первые взошли. И, казалось бы, я ошибся, надо было тогда не в середине января, допустим, в середине, ой, не так, не в середине декабря, а в середине, допустим, января. И, знаете, что будет? Вот это бы поспело к сроку. Условно считаем, что 1 апреля высадка по большей части России. Условно. Это бы месяцем позже закопали, месяцем позже взошла. Ну, и так, условно, это не совсем так. И нормальная развивается. А вот это? А вообще не взошла. Вот. Срок, начиная с середины декабря, вновь приду вот, опробовать, как средний. Потому что есть костика, которая сходит рано, есть, которая сходит нормально, есть, которая сходит поздно. Потому что эта палитра рассчитана, да, то, чтобы мы с вами получили и 100%, или так, ну, близких 100%. Так, друзья, мы переместились обратно за компьютер, потому что уже сейчас схвачено. И начинаем смотреть, а что у нас, ребята, в рюкзаках? А у нас продолжение этой же темы. А, кстати, я уже эти косточки, кроме той, которая одна из 50, я вам показывал, это, взошла. Это первый сигнал. Это, еще раз говорю, это не значит, что надо хвататься за голову. Большинство проклюнется примерно через 2-3 недели. Часть из них проклюнется в ваших посылках. Та же посадка, но я уже рассказал, символическая посадка. Это касается того, что вы, к моему огромному сожалению, не заказали их раньше, пока они спали мертвым сном, или пока они были еще совершенно сухими. И именно вы должны были заложить нострификацию. Вот. Смотрите дальше, получается, как. Сейчас пойдем. Вот это вот остатки песка, видите? Обратите внимание, вот этот песок, вот он, да? Ой, и коточка здесь одна попалась. Вот этот песок почти сухой. Вот. Когда я закладывал, я сейчас, это просто один из львцев, который надо знать. Когда я закладывал, он был влажный. Так. И если даже кто-то видел мои фильмы по стратификации, я вот так вот сжимал, и песок сохранял свою форму. Видите, он не сохраняет форму. Как это получилось? А! Часть влаги забрали эти косточки. Они же как? Помните, я показывал фильмы, где косточки вначале всплывали, а потом я их, это, закладывал на стратификацию. То есть доказывая, что всплывшие косточки, это еще не факт, что они мертвы. Дело в том, что сыхаются так, что получается положительная плавучесть. Так? Ну, мы это проходили с вами. А так, а потом они, когда в процессе хранения, в сыром песке, они начинают набухать, 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 косточки забирают влагу из песка. Результат, здесь влаги почти нет. А вы видели, как плотно были упакованы? Они были в полиэтиленовых пакетах. Пакеты плотно слежались друг с другом, а сверху еще крышка, да, мертво, была закрыта. Высохнуть не могло. Но, если бы еще второй девятнадцать, то есть первые вы поняли, куда делась влага. Вот, когда вы получите от меня эти же самые косточки или другие косточки, пожалуйста, делайте перепаковку. Перепаковку. Мне говорят, что так и можно хранить в этих влаги пакетах? Может быть и можно, может как раз так получится. А может и нет, потому что влага уже высосана. А может не хватило, тогда они взойдут. Ведь что такое появление росточка? Это значит, что изнутри, а это же бронированная шкарлупа, изнутри она разрывается. Это какая страшная жизненная сила разрывает ее. Когда пополам разваливаются две половинки. Вот. И получается, что перепаковать надо обязательно. Вот поэтому я показал песок почти сухой, с которого косточки высосали практически весь, всю влагу. Вот этот побед хочу отразить. И все-таки по срокам. Сейчас мы ищем с вами семена и сельсия. О, видите? Смотрите, тут вся палитра. Вот то, что я примерно показывал. Думаю, сейчас это тема сегодняшнего дня. Вот. Вот в таких случаях возникают идеальные деревья. Идеальные, да? Так садит редко кто, а фактически никто. Вот. И у меня потом приходят такие сообщения. А вот, вы знаете, это началось давно. Я заметил, у меня уже когда появились наблюдения, я схватился за голову, что вся рота шагает немного. А в этой роте примерно миллионы садоводов. И все шагают немного. Они убивают деревья. Или, а заодно, кстати, дискорритируют знаменитые фамилии. Еще когда Железова не знал ни один человек, уже, а я же читал, что и вы, эту же литературу, периодику. Вот. И пошли писать. А абрикосы Байкалова, оказывается, на самом деле, никакие не морозостойки. А они замерзают, 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 замерзают. Вот это слово замерзает, друзья мои, я говорю даже самым авторитетным из вас. Вот. Это не означает, что они на самом деле замерзают. Замерзают больные деревья. Вначале подгнивают корневые шейки. Так. А ведь это в абсолютно большинстве случаев. Я уверен, это из 100 случаев, в каждых 100 случаев, в 99-е так и происходит. Корневая шейка начинает гнить, дерево слабеет, и вы видите отсохшие ветки и говорите, дерево замерзло. Вот это страшная ошибка. Так будут дискредитированы сорта Байкалова. То есть сами гробили, а Байкалов виноват. А сорта Байкалова самые северные, самые лучшие абрикосы в мире. Это самое. Из северных вариантов. Вот. Так вот. Поняли, да, это вот навеяло мне вот эту фотографию. Но мы с вами сейчас не о ней пойдем речь. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим по срокам. По срокам, по срокам. Вот. Вот у меня есть несколько фотографий с ранней схожестью. А лучшая из них была как раз со слевыми. Я только начал эту коллекцию собирать. То есть она у меня есть. Да и другое дело, что. Что систематизировать не хватает ни сил, ни времени. Именно систематизировать. И вот получается, что здесь не все. Ну давайте глянем то, что есть. Вот. Видите? Вот видите? Вот это вот. Тоже слева. И в этот момент Сергей Валерьевич, это снимок, ну может ему 3-5 лет, это еще я статистировал. И в этот момент они уже готовы к высадке. Видите? Первые проклянулись. А то, что большинство еще не прокляло, с ними, да, проклются уже на новом месте. Вот. И, к сожалению, это я еще одну папку нашел. Видите? Как она более это... И здесь тоже много чего интересного. Но я не могу найти фотографию. Огромный у меня архив. Гигантский. Ха-ха, нашел. Вот она. Нашел, нашел. Вот. Хотел пожаловаться, что сильно большой архив. Значит, видите переросшее? Опять железо, опять проколся. Как? Да объясняю чисто по-человечески. У меня в первых числах мая состоялся семинар. Вот. Вы видели эти семинары, они есть. И сейчас вы можете... В новостях сайта... Нет, новостях сайта уже нету. Ну, в общем, если вы пришлете мне письмо, я вам тут же вышлю эти самые фильмы, семинары. Так вот. И умудрился я. Думаю, да подготовка к семинару, да то, да сё. Да вот как раз и достану при них, и их хорошо научу. Ага, научил. Это кто... Участники семинара, они никуда не потерялись. Они всегда среди нас. Среди вот этих слушателей, глядачей вот этих фильмов. Пожалуйста, подтвердите. Я достал, схватился за голову. Переросли. Я железо прокололся. Надо было доставать и высадить их двумя неделями раньше. Видите, какие хвосты? Их ещё не поздно. Вот, хвост торчит, да? Ну, попробуйте теперь закопать так, чтобы вот отсюда росточек пойдёт. Вот я показываю курсором. Вот отсюда вот он пойдёт. Бедный, несчастный росточек. Вот. И тогда, если он не будет закопан, а вот эта часть будет закопана, тогда что-то ещё... Ещё не поздно. Представляете, какие юридированные работы? Вот. Я о сроках. А это самое... И вот что получается? Я заработал собственный опыт, друзья мои. Не верю. Не верю никому. Не верю ничему. Я не верю, что вот эти... Кто-то придумал срок, там 5-6 месяцев. Чаще 6. Вот. У меня получается, на ваших глазах доставал первое проклюнувшееся. Это ещё не массовое проклёвание. Но согласитесь, что более оптимальный срок уже, по-моему, в реальных условиях. Вы знаете, что такое холодильник? Дверцы хлопнули раз, 10 раз, 20 раз, за день, да? Сколько туда тепла напустили? Ну и что получается? Сроки сдвигать надо. Если вы храните в холодильнике. Я специально это подчёркиваю. Вот. А Сергея Валерьевича мы это самое взяли, и я ему помогал в это... Холоднючий погреб. Там в этом году вообще электричество ещё отключили. Чуть ли не навсегда. Там холоднючая это... И как раз вот придёт весна, потепление, и сейчас там далеко не одна не проклюнулась. Поняли? То есть вы поняли окончательно, срок вещь ненадёжная, срок вещь это самое плавающее. Вот надо знать, что А. Что влияет на схожесть? Это же самый срок закладки. Б. Срок доставания. Вот я доставал в апреле, всё нормально. Ещё раз показываю. Это я доставал в апреле. Так. А вот это я доставал в мае. Видите? И результат гораздо хуже. Второе. Температура хранения. Третье. Какой сорт. И четвёртый немаловажный. Влажность. С влажностью можете ошибиться. Если не хватит влаги, не раздуется до конца ядро, и может не разорвать оболочку. Он дальше будет спать ещё год. Потом опять более удобные условия. Могут случиться годом спустя. И он взойдёт. А есть специально, где всходят никогда. И влажность хорошая, и вовремя заложили на сертификацию. Достали они, спят. Или остались под землёй. Ещё на год. Почему? Резерв главного командования. Вот. Это сделано специально. Это резерв природы. На случай катаклизма. Когда всё на поверхности земли погибло. Через год-два-три потепление. Смотришь, и всё зазеленело. Вот так. Благодаря тому, что не взошли годы. Тогда, когда вы хотели, чтобы взошли. Итак, заканчиваем этот разговор. Вот. Он получился длинный. Он получился нудный. Ну, никуда не денешься. Ещё раз скажу. То, что я достал первую. Вот из 50, которые на ваших глазах распотрошил. Из 50 кодчиков одна взошла. Это ещё не причина хвататься за голову. Большинство ещё взойдут. Ещё не скоро. Вот. Надеюсь, условно на срок. 1 апреля. Плюс-минус. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...